Шри Кришна Чайдан Шри Кришна Чайдан Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ари-Кришна, Ари-Кришна, Кришна, Кришна, Ари-Ари, Ари-Рама, Ари-Рама, Ахмарама, Ари-Ари, Ари-Кришна, Ари-Кришна, Кришна, Паре Кришна Паре Кришна, Кришна, Ари-Ари Паре Рама Паре Рама Рама, Рама Продолжение следует... 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 Не следует отвергать то, что можно использовать в служении Господу. Такая установка у нас. Нельзя отвергать то, что можно использовать в служении. Что пропаган об этом скажет? В этом секрет преданного служения. Вот если кто-то хочет знать секрет, вот секрет преданного служения. Как мы знаем, что преданное служение основано на энтузиазме. Тут нет какого-то другого мотива, причины. Это горячее желание, энтузиазм. Личное устремление, немотивированное материальными какими-то причинами. Это может быть мотивировано вкусом, счастьем, стремлением к знанию, к совершенствованию, к очищению, к удовлетворению Кришны в конечном итоге. Энтузиазм может идти таким путем. Начиная с Шрадхи, начинается, если есть энтузиазм, это проявляется в вере. Вернее, вера, она и дает этот энтузиазм. От веры исходит этот шакти, энергия веры. И вера в абсолютную истину, вера в отношения вечные с Богом, вера в духовный мир. И начинается преданное служение. Энтузиазм. И проходит различные этапы, вплоть до последнего, до совершенного этапа. Это обретение этой спонтанной, чистой любви к Богу. Рисходит из сердца живого существа, из его сути, из его природы. Любовь – это природа души. И на этом пути, когда энтузиазм, энтузиазм прупа также определяет, что он означает, что деятельность не ограничена какими-то рамками. Нет рамок. То есть, значит, мы по мере нашего очищения и развития сможем видеть больше и больше возможностей для служения Кришне. В этом называется энтузиазм. То есть, это некоторое такое расширение получается, эманация. То есть, бахтия – это не что-то статичное, но экстатичное, говорится. Это не просто профессиональный уклад или какая-то материальная тхарма. Это санатана тхарма. Это, значит, устраняющая все границы, все любые какие-то представления обусловленных. Стереотипы, шаблоны. Вот, значит, чистый преданный может видеть таким образом. Когда один из духовных учителей выведел, что делает бахтия Ната Кришна Махарадж в Москве, Галлока Фест, он тогда появился. Он сказал, вот это саняйся, может мыслить нестандартно. Это энтузиазм, вот пример энтузиазма. Что вот новый способ, смотрите, есть, можно использовать вот так все. Проповедовать сознание Кришны. Это было очень интересно, когда мы именно использовали свой энтузиазм, Свою инициативу, свой разум в служении Кришне. В начале движения мы были абсолютно свободны. Не было организации, не было ничего. Мы были каждого тхута. В этом были свои недостатки. Но я хочу сказать об энтузиазме сегодня. Энтузиазм важен, нельзя его как-то ограничивать чем-то. Но скорее нужно дать разум, чтобы правильно использовать. И здесь об этом праппад говорит. Что по мере приобретения этого духовного разума, как он проявляется? Мы будем находить все новые и новые формы распространения сознания Кришны. Удивительный процесс. Безграничные возможности существуют. Примеры ваши никогда не кончатся. Тема никогда ваша не исчерпается, праппад сказал. Потому что вы служите Кришне. Энтузиазм – это путь в вечность получается. Это начало, это основа нашей практики. Основывается на энтузиазме. Если только вмешиваются какие-то материальные мотивы, энтузиазм трансформируется. У меня был энтузиазм. Когда-то еще до школы. Нырнуть под воду глубоко. Знаете, все дети что-то такое придумают, что невозможно выполнить. У меня была мечта Марианскую впадину погрузиться. Там было недалеко от Сахалина. Я посмотрел по картине. Понял, что как раз это мое место будет. На самом дне. И там еще копать дальше. Что там еще. Ну, в общем, такие детские фантазии. И у меня, я думал, если у меня будут ласты, я точно нырну туда. Там трубку какой-нибудь придумал по длине и нырнул. И вот это загорелось у меня. Энтузиазм. Вот ласты купить. Этот энтузиазм у меня не прекращался всю школу. Ласты мне так и не купили, конечно. Я их и клеил из резины. Я их придумывал, мастерил из чего-то еще. Они расклеивались. Я их не мог никак скрепить. Ну, то есть у меня это была просто фанатичная идея. Понимаете, этот энтузиазм. Я просто представлял, как хорошо под водой. Вообще никого нет. Тишина вообще. Полное уединение. И копать вглубь еще, понимаете. Ну, здорово вообще. Такая тайна какая-то. И, конечно, мать страдала от моего энтузиазма. Потому что, в конце концов, дай деньги на ласты. Это так надорого стоило. Она мне сказала, хорошо, вот. Вон, давай, ты же ходишь в магазин, да, за хлебом там если посылаю. Вот с дачи. Вот в эту копилку сбрасывай. И накопишься. Купишь ласты. И вот мой энтузиазм стал трансформироваться после этого. Казалось бы, ну, неплохая цель, понимаете. Бескорыстная. Но вот тут условия такие, понимаете. Вмешивается какой-то другой принцип. Ну, как еще и было меня обмануть. И копилку поставили. И потом уже, позже, когда мне говорили, ну, сходи за хлебом. Ну, вот, дашь больше на копилку, пойду. Я с ней стал торговаться. Это уже, значит, примешиваются какие-то другие вещи. Хотя, как будто бы служат той же самой цели. Смотрите. Тоже Кришне можем служить, как будто бы. Но уже примешиваются какие-то еще материальные. Ну, и Кришна же обо мне позаботится. Он тоже даст мне что-то. Ну, там, здоровье, деньги. Ну, может быть, мы рассчитываем на это, может быть, нет. Но я думаю, рассчитывать на это не нужно, потому что тело временно. И Кришна и так поддерживает, говорится, живых существ, даже если они не рассчитывают на это, не просят об этом. То есть, этот мотив, он неорганичен к этой практике. Нет нужды вообще об этом, в принципе, слишком много думать или заботиться слишком об этом. Нужно заботиться, чтобы Кришна был доволен. Вот так говорят шастры. Вот энтузиазм должен быть построен именно на этом. Как удовлетворить Кришну? Это такое счастье. Если Кришна доволен, это же кстор. А что нужно еще? Остальное просто в голову не укладывается в этом случае. Если мы понимаем, что счастье Кришны, совместное счастье Кришны, это же безграничное, это же что-то такое. Там и так уже есть все. А что? О чем заводится еще? То есть, вот некоторые мотивы могут примешиваться. И мы говорим сегодня об энтузиазме. Например, для развития движения сознания Кришны мы используем разнообразную технику. Диктофоны, пишущие машинки, магитофоны, микрофоны, самолеты. В шастрах не написано ничего. Чтобы заниматься преданным служением, вы должны взять диктофон, допустим. Такой-то марки. Или сотовый телефон, или как сейчас называется? Айфон, смартфон, сейчас такие крутые есть, всякие вещи, я не знаю толку. Не говорится в шастрах об этом, что нужно взять что-то такое, какую-то технику, какое-то приспособление материальное, и так успешно распространять сознание Кришны. Нет. От человека к человеку, от двери к двери. Вот принцип. Но мы используем смартфоны и телефоны. И не только для проповеди. Мы успеваем их использовать для других целей, конечно. Потому что они изначально были созданы для других целей совсем. Однако разум говорит предному, а это тоже можно занять в служении Кришне. Это энтузиазм называется. Если мы по этой причине приобретаем телефон, это относится к преданному служению. Если по другой причине приобретаем телефон, это уже не относится к преданному служению. Это уже некая примесь. То есть вопрос сознания Кришны центральный. Цель, причина того, что я хочу обрести какие-то приспособления, какие-то удобства и так далее. Итак, материальная природа, если ее не занять в служении Кришне, она обезличивает душу. Вот как она поступает. Батарейка. Есть энергия какая-то. Но кончается энергию, выбрасывается. Она безличная энергия. И она может вращать двигатель какой-то, не знаю, что-то создавать своей энергией какое-то время. И человек, если он подобен такой безличной энергии, батарейке, если он не использует энергию по назначению, просто ее расходует в течение жизни, ну, тоже на какие-то цели, на приобретение, на дом, на семью, но когда истощается, он становится ненужной. И передает то, что он накопил, безличное хозяйство, безличную энергию своим потомкам. То есть личность служит безличной энергией, получается, обезличивается. Почему сейчас весь мир имперсональный, маеваден? Обезличивается душа в этом процессе. Это серьезная беда современного времени. Как же понять, что Бог – личность? Как же понять, что я – личность? И что такое личность? Потому что я служу безличной энергией, материальной энергией служу, накопливаю вещи. А отрежествляя себе этой энергией, я сам обезличиваюсь. Я сам забыл, кто я как личность вообще. Что это я себе представляю? Зачем я вообще мужу? Ведь у меня же есть источник. И он знает, зачем я. Есть назначение, великое назначение. Не просто какая-то, знаете, заплатка на новой одежде. А настоящее что-то. Сегодня я включил утюг утром. Он нагрелся. Я подумал, что это правильно. Как вы думаете? Это же нормально. Если вы включаете утюг, он нагревается. А если бы я включил и утюг, а там радио бы заговорило. Правильно, потому что он был создан для этой цели. Так. И поэтому, я думаю, он должен быть нагретым. Как он? Утюг? Я его включаю, он разогревается. Все в порядке, значит. Вещь служит своему предназначению. Да, это вещь безличная. Но поскольку личность создавала, есть предназначение. Предназначение исходит от личности. В данном случае утюг как бы обретает личностные черты. Когда он портится на него, злятся, допустим. Что такое? Кто сделал все это? А он-то тут при чем вообще? Ну, с ним как с личностью, потому что у него есть предназначение. Так, если мы сможем понять свое предназначение, мы сможем обрести свою личность, возродить свою личность, предназначение. Пока мы связаны с безличной энергией, вот тут искусство, искусство предназначение. Как занять эту безличную энергию в служении личности? Эти диктофоны, эти микрофоны, эти магнофоны, эти самолеты пропаганды, их можно одухотворить. Их можно одухотворить. Потому что это тоже разум Кришны. Не думайте, что это разум человека. Разум человека пользуется разумом Кришны. В конечном итоге Кришна дал все эти идеи. Не человек это все открыл. Нет. Кришна показал. Дает разум определенную. Глаза дает. Человеку. Но человек с своей гордостью думает, что он сам догадался. Мы ничего, ни до чего сами не догадываемся. Нет. Нам открывается что-то. Срвасти чахам хриди сани штаматам сритим ген абоганам ча. То есть знание, память, забвение. Это Кришна. Вы что-то увидели, поняли. Это Кришна. Смотрите. Вот. Вот он. Вот он. А человек думает, нет, не Кришна. Я сам. Почему здесь Кришна? Я догадался. Я придумал сам. Изобрел. Мое имя будет там написано. Не Кришна. Таблица. Менделеева. Не таблица Кришны. Нет. Почему здесь Кришна вообще? Он из Индии, а я в России. Все это от Кришны. Это в сознании Кришны. Поэтому, когда ученые что-то открывают, это нормально. Они говорят, что разум Кришна им дает какой-то. Какое-то благословение они имеют. Какой-то запас благочестия. Но когда они присваивают себе эти открытия, они деградируют. Обезличиваются. Закон Ньютона. Это обезличенное представление энергии Кришны. Ньютона давно уже нет. А закон до сих пор существует. Потому что Кришна существует. Поймите правило. Без Кришны нет существования. Если что-то существует, значит Кришна существует. Потому что есть поддерживающая сила всего, что существует. И Ньютон уже ушел. Он же не поддерживает этот закон. Закон и без него, и до него существовал, и после него будет существовать. Поэтому, если честно говорить, никто не должен был написать, что это закон, который я открыл, означает, что я был глуп и не понимал ничего. Сколько тайн в этом мире, сколько Бога в этом мире, сколько разума в этом мире, сколько знаний в этом мире. Вот это было бы честное признание, как Эйнштейн сказал, что это такой разум, что я должен встать на колени перед ним. Вот это признание ученого. Мыслищего человека. Если так видеть материальную энергию, то открываются большие возможности, как ее занять в служении Кришне. Потрясающие возможности. Иногда нам задают вопрос, почему же вы используете материальные вещи, если осуждаете прогресс материальной цивилизации? На самом деле мы его не осуждаем, Парупада говорит. Мы только просим людей делать все, что они делают в сознании Кришны. Вот это что-то новое. Попытаемся понять вот это, то, что Парупада здесь говорит, в нектаре преданности. Это что-то новое, в принципе, в области духовной жизни нашего мира. Это что-то новое совершенно. Вот еще не изученное хорошо. Потому что есть понятие дьявола, есть понятие зла. И это зло, оно смешано с добром. Очень трудно разделить это. Никто, ни один философ не может так до конца различить. Вот это добро и зло настолько смешано. Они взаимодействуют, превращаются друг в друга постоянно. Вращаются эти гунны, смешиваются. Поэтому единственное, как понимают духовную жизнь, серьезные люди, просто уйти в монастырь, вообще не соприказаться. И там дьявол внутри тоже есть. Они умерщвляют свою плоть просто. Умерщвляют, умерщвляют, умерщвляют. Аскезами, молитвами умерщвляют плоть. Потому что как еще с этим быть? Все смешано с каким-то дьяволом. Сатана всюду. Женщину увидел, Сатана через нее действует. О чем-то задумался, Сатана тут живым приходит, Боже мой. Вот нужно тяжело трудиться, поститься, молиться. И надо бить себя плетьми. Вот иногда так люди понимают, до крайности, до духовной жизни. Но здесь что-то пишется новое. Самолеты, микрофоны, диктофоны. Это принцип. По этому принципу можно практически, Боже мой, жить в этом мире. Мирить материи, жить не соприкасаясь с этой скверной даже, оказывается. Это что же за практика такая? Это же духовная жизнь, какая могущественная духовная жизнь. Не то, что нужно куда-то спрятаться, остерегаться, всего бояться на свете. Доходить до инквизиторских решений каких-то, представьте себе. Преследовать кого-то за... Но принцип такой, что если это не от Бога что-то кто-то делает, то оставьте его в покое. Так говорили раньше. Это само по себе исчезнет. Если это Бог не поддерживает. А если это Бог поддерживает, то тоже оставьте, вы с ним ничего не сделаете. Как прохлада Махараджи? Хироника же ничего не мог с ним сделать. Убить пятилетнего ребенка он не смог. Он думал, и он понял, что Бог все-таки поддерживает его. Значит, сначала должен убить Бога, а потом смог убить прохлада Махараджи, сына. На что он и решился в конечном итоге. Как-то неудачно получилось. Ну, с нашей точки зрения, он не очень удачно, он очень удачлив. Но его планы не осуществились, в всяком случае. Бога он не сумел убить. Это тот же самый принцип, на основании которого Кришна в Бхагавадгите советует Арджуне применить свои воинские способности в преданном служении. Тут же прапада ссылается на Бхагавадгиту. Это тот же самый принцип. Вот он принцип. В Гитя-кадсе это написано. Что Арджуна был воином и остался воином. И до того, как услышать Бхагавадгиту, он был кшатрием. Высоко квалифицированным кшатрием. Он в совершенстве знал воинское искусство от дроны, от дроначарьи. Более того, он был лучшим воином в мире. И он услышал Бхагавадгиту. И что же изменилось в его жизни? Ничего, он остался воином. Он только обрел сознание Кришны. И оказывается, этот мир имеет свое предназначение. Это не какое-то проклятое место. Он имеет свое высшее предназначение. В этом мире можно служить Кришне так же, как это делают души в духовном мире. Представьте себе. Точно так же можно это делать. Это наука до сели была не раскрыта. Вот эта практичная сторона духовной жизни была не познана. И до сих пор мы ее познаем. Пытаемся познать в своей жизни. Как же свою практическую материальную деятельность занять в служении Кришне? Если я работаю на кармической работе и прочее, 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 прочее. А где энтузиазм? А энтузиазм говорит нам, что нужна Варнаша, Мадхарма, нужны какие-то объединения. Да, правильно, энтузиазм говорит такие вещи. Мы будем создавать целое объединение, целые организации, школы, сельскохозяйственные общины. Вот этот энтузиазм, он будет организовываться. Да, пропас создал организацию духовную. Впервые в истории. Возможно, нам не все еще понятно на практике. Может быть, мы еще не все можем занять в служении Кришне. Еще нет такой квалификации, чтобы все занять в служении Кришне. Но что-то мы уже можем занять в служении Кришне. Два часа времени в сутках уже можем, точно. Уже успех. Два часа в сутках. Смотрите, если кто-то уже 16 кругов повторяет, каждый день, два часа в сутки он уже занят в служении Кришне. При этом этого достаточно, Парупада. Достаточно этих 16 кругов и регулирующих принципов, чтобы человек приобретал все более тонкий, глубокий, ясный разум. И как вчера приводил пример Парупада, если вы бросаете камни в воду, когда вода успокаивается, вы видите эти камни на дне. Этот тонкий, глубокий разум. Успокаивается ум, равновесие наступает в сердце. И мы ясно видим, что нужно делать, а что не нужно делать в служении Кришне. Это очевидный факт, что если есть моя природа, я ее и должен занять в служении Кришне. Очень простая формула. Но даже эта формула простая века, лекарство сложной, потому что, а кто я по природе? Меня включали, я не нагревался. Когда меня включали, я не нагревался, не говорил, не охлаждал. Никаких функций вообще не было от меня. Сколько меня не включали, куда я, ничего не получается у меня. Что я за предмет? Кто меня создал? И куда меня? Хоть на дровах куда-то используйте? Иногда вот в таком заблуждении пребывает как бы сбитая с толку душа. Но суть в том, суть духовной жизни в чем заключается? Не наблюдать просто материальную природу для чувства наслаждения, а наблюдать себя сначала научиться. Поскольку мы наблюдаем материальную природу, мы сбиваемся с толку. Кто же я такой? Может быть я как тот? А может быть как этот? А может не действовать как вот только что я видел, тоже здорово было. Мы наблюдаем внешнюю природу, и она нас сбивает с толку. Кто я? Кто я? Кто я? Тут много всего, а я-то кто? Но искусство сознания Кришны, мы наблюдаем себя, повторяем Харе Кришну мантру, и наблюдаем себя, как я повторяю эту мантру, как я услышу эту мантру. Я просто наблюдаю, что происходит. Что я делаю в это время, когда повторяю мантру? О чем я думаю? Я пытаюсь изучить себя в это время. В этой трансцендентной вибрации, которая оттеняет всю мою природу, как бы освещает эту природу изнутри, постепенно проясняется, постепенно проясняется. Что я просто шудра, какой позор. Нет, 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 я Браман, Харе Кришну, Харе Кришну. И так может продолжаться какое-то время. Кем же мне стать? Как себя представить публике? Вот это вот зараза Кали-юги, говорится. Представить публике себя. Поэтому нужно куда? В уединение, в монастырь, ворыть яму поглубже от публики, закрыться там и молиться до смерти. Если мы так настроены, то только таким образом. И когда наконец это тело умрет, может быть, тогда я пойму, кто я. Кем я был, вернее. И как зря потратил все это время. Нас не интересует материальная природа. Она может быть любой, она уже есть. Об этом мы не заботимся. Мы наблюдаем себя, как слугу Кришны. Что я могу сделать в служении Кришне? Вот что мы наблюдаем. А не что мне принесут выгоду, а что я могу сделать полезного. То есть мы на себя смотрим, как на служение, как на пользу, как на то, что должно удовлетворить кого-то другого, не меня. И кого лучше все удовлетворить? Это духовный учитель. Это ваще на, в конце концов, Господа Кришна. Так, мы пытаемся смотреть на себя, повторяя святые имена, изучая Писание, общаясь с чистыми предами. Особенно важно, потому что как бы у чистого преда, не должно быть таких мотивов. Он освободился от этих мотивов. Хорошо. Он не стесняется своей материальной природы. Не боится. Он ее просто занимает. Она не опасна. С таким отношением к Кришне, иначе говоря, в сознании Кришны мы можем использовать все, что угодно. Вот еще Прупада говорит, такие слова. Все, что угодно. Интересно. На самом деле все, что угодно. Вот так, все, что угодно. Если пишущую машинку можно применить для распространения сознания Кришны, мы должны воспользоваться ею. То же одно из всех к диктофону и к любой другой вещи. Мы исходим из того, что Кришна – это все. Он и причина, и следствие. Нам ничего не принадлежит. Все принадлежит Кришне и должно использоваться для служения Ему. Такова наша точка зрения. Ада предан рассказывала как-то давно, я, Драдим, с вами приехал в ее город. И остановился в ее квартире. Она подготовила квартиру, она убирала ее, она медитировала. И вот, наконец, Гуру приехал, квартира была готова. Она очень волновалась. Может, что-то упустила, может быть, какие-то были ошибки. И Гуру уже въехал туда, у него божества с собой. И тут она вспомнила. Она забыла. В этом серванте, там эти рюмки стоят, с которых когда-то пили вино. Ау! Вот это промах вообще. А она так переживала. Гуру сейчас пойдет, увидит эти рюмки. Ой, ну винные вот эти вот кармические. И она пришла на ту квартиру, что-то там пыталась, ну, служение какое-то. И смотрит на серван, рюмок нет. Где же рюмки? Они на алтаре стоят, там цветы в них, там Гуру Махараших. Использовался, знаете, для украшения алтаря. Она, о, боже мой, я не знал, что это можно использовать в служении Кришны. Эти вещи мы тоже отрежетляем с чем-то, видите, с материальным. А это тоже энергия Кришны. То есть, ну, конечно, нужна подготовка, чтобы видеть такие вещи. Иначе может быть путаница тоже. Если мы поставим эти винные рюмки на алтарь и вспоминаем про вино, не ставьте туда эти винины. Если вы просто их занимаетесь служением так, что вы забываете, что там вообще, вы забываете, вы самозабвенно служите Кришны, то для вас все духовно уже. Это вопрос как бы развитого сознания. Поэтому, конечно, мы что-то избегаем с вами. Какие-то вещи избегаем. Но на высоком уру не пропадает. Говорит, вот формула такая, все что угодно можно использовать в сознании Кришны. То есть, Кришна – это все, Он причина и следствие нам. Ничего не принадлежит, все принадлежит Кришне и должно использоваться для служения Ему. Такова наша точка зрения. Это очень сильная точка зрения. Собственно, вот в этом как бы секрет распространения могущества сознания Кришны. Оно практично очень. Оно проникает во всю область и во все сферы деятельности проникает. Не теория ведь, это не теория, не доктрина какая-то философская. Это практическая, реальная вещь, которая трансформирует образ жизни в любом направлении. То есть, проникает всюду, очищает все. Вот такой поток сейчас идет проповеди в этом направлении. Это, однако, не означает, тут есть предупреждение другой абзац, не означает, что мы можем нарушать принципы преданного служения или пренебрегать соблюдением предписанных правил и ограничений. Это другая крайность. Анархия. О, все можно. Раз все можно на служении Кришне, то, значит, все можно делать. Причем тут сада на бахте или правила предписания. Если уже все можно, то нет никаких правил предписаний. Не так ли? А в адхута, он не руководствуется правилами предписаниями. То есть, тогда движение в адхуты начинается. Пропада предупреждает. Нет, так не нужно думать. На начальной стадии преданного служения необходимо строго следовать всем правилам. На начальной стадии. Тут не говорится, ну, срок времени, допустим. Это определяется духовными наставниками, когда приходит время, скажем. Тогда старшие могут уполномочить преданного делать что-то большее. Когда видят, что он уже сильнее стал в сознании Кришны, разуме его тверже, вера тверже, знания прочные, тогда он может что-то большее занимать в служении Кришне, безусловно. Если, скажем, кто-то общается с бизнесменами, он переймет их качество. Если кто-то общается с преступниками, он переймет их качество. Если кто-то, так сказать, якшается с женщинами, такое слово есть, ну, он переймет и плохие тоже качества. Но преданное определенное уровне может общаться с этими категориями людей, не перенимая их качество. И он их может занять в служении Кришны, он сильнее становится. Вот тогда он может быть уполномочен. Брать ответственность за тех, кто, скажем, не обладает еще духовной силой, имеет какие-то материальные привычки, еще он не очищенный, он может вести, может заботиться, может поддерживать духовную жизнь. Но до той поры, если он еще не обрел достаточно качество, он будет осторожен в этом плане. Потому что количество последователей, именно, вообще, наличие последователей уже сбивает с толку неподготовленного, неопытного преданного. Вот хороший преданный, все знают его в Ядре, прекрасный преданный, проповедник, садана хороший, ну, все, будь наставником. Ну, почему нет? Ну, здорово, все же подтверждают это. Но вот появляются подопечные, и это влияет на неопытного преданного. То есть появляется что? Влияние, власть определенная, почтение. Вот, вот, вот. Тут нужно соизмерять свои силы. Насколько я готов к тому, чтобы не принимать это на свой счет, не возбуждаться, не думать что-то о себе, не называть себя кем-то еще, чем я просто слуга Кришны. Потому что эти названия, это и есть суть проблемы. Все эти названия, что мы носим о себе, самомнение, это и есть главная проблема нашей жизни. И как, значит, не иметь какого-то мнения о себе, высокого, если я в центре внимания? Ну, на это нужен опыт определенный. И определенные качества должны быть смирение развито глубже. Для этого нужно, чтобы глубже было смирение. Если смирение находится в глубине, то туда, в эту глубину, не проникнут эти качества гордости. Они на поверхности даже могут как-то и влиять, но в глубину не проникнут. Нет, 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 преданный в глубине. Он это хорошо чувствует. Итак, эти качества души, их искреннить невозможно, если они уже в глубине, глубоко развиты. Из души это исходит. Наше служение, наш энтузиазм из души, его не погасить ничем. Нет, нет такой силы. Извне нельзя это остановить. На начальной стадии преданного служения необходимо строго следовать всем правилам, установленным для нас духовным учителем. Принимая или отвергая что-либо, нужно всегда основываться на принципах преданного служения, а не придумывать самим, что принять, а что отвергнуть. Пережала Матожина Гопатни как-то вот этим летом ученица Праупады. Мы с ней познакомились во Вриндавне в каком-то году. Она сейчас приезжает в Россию тоже. Не знаю, была ли она здесь в Омске. Нет. И в Москве там состоялось целый штагошки, большая с ней беседа интересная, вопросов было много преданных. И кто-то создал вопрос. Я запомнил этот момент больше всего, что у нас в России много сейчас косвенной проповеди. Как вы относитесь к этому? Сейчас часто об этом преданное думает. Косвенная, прямая проповедь. То есть еще не утихла. Это все еще разбираемся с этим моментом. К чему может привести то или иное, или третье. Этот энтузиазм, так сказать, насколько это можно занять в служении Кришне косвенной науке и так далее. И вот она ответила очень необычным образом. Как бы она развеяла многие сомнения. Она сказала так, что есть преданные, которые из сострадания пытаются найти новые формы проповеди. Если вы критикуете таких преданных, вы совершите серьезное скрепление. Вот, вот, что мы должны понять. Внутренний мотив, причина. Почему человек это делает? Не что он, а почему. То есть определяет все сознание, направление, цель деятельности. И проповеджитель сказал такую формулу, что если косвенная и прямая проповедь, у них цель одна, между ними нет никакой разницы. Если мы видим, что та прямая или косвенная, неважно какая проповедь, прямая или косвенная, она превращается в добычу средств к существованию, это уже не проповедь. Есть профессиональные чтицы Бхагават, которые прям проповедуют стихи, шлоки с Бхагаватом читают. Но это непреданное служение. Потому что определяет это все мотив. Если я читаю классы Бхагават, чтобы стать великим проповедником, я тоже не совершаю никакого преданного служения. Хотя это прямая проповедь. Если я становлюсь диссидентом, проповедую прямо, противником общественного устройства, это тоже непреданное служение. Потому что, что является преданным служением, а что нет, именно определяет мотив, причина, для чего я это делаю, для кого я это делаю. Вот важно осознать, как чтобы Кришна был доволен моей деятельностью. Если Кришна доволен этой деятельностью, это авторизованная Бхакти, его не может остановить этот поток, никакая сила материальная. Он проникает в сердце. Он сам распространяется. Этот поток. То есть, сознание Кришны не мы распространяем. Кришна распространяется. Если он доволен, он расширяется. Он присутствовать начинает. Там, где присутствуют такие преданные, Кришна тоже начинает присутствовать. Вот что происходит. То есть, наших здесь каких-то усилий нет особых, кроме искреннего настроя удовлетворить Кришну. Все, что это та квалификация, которая необходима, чтобы сказать, что это есть преданное служение. Все остальное может быть также смешано с каким-то шоу, с чем-то внешним целями. Поэтому не так, что прямая проповедь всегда это преданное служение, а косвенно это всегда непреданное. Это может быть и не так, как говорят христиане, что не все, кто живет в монастыре спасется. И не все, кто живет в миру погибнут. Это тоже по-разному может произойти с человеком. В сердце это происходит. Итак, развивите сознание Кришны это очищение сердца, прежде всего. Какая деятельность занимается человек, какой деятельностью? Это другой вопрос. Как сказал мой гуру Махараджи в Майяпуре, говорит, прапада, когда был грехаской, тоже занимался косвенно проповедом. Он проповедовал через Юрведу. Я не знал об этом. Ну, может, догадывался. Ну, грехаски так живут. Это свойственные. Но в итоге он распространился на Кришну по всему миру. Значит, был мотив чистый. Принимая или отвергая что-либо, нужно всегда основываться на принципах преданного служения, а не придумывать самим, что принять, а что отвергнуть. Из этого следует вывод о необходимости духовного учителя, который представляет собой зримое проявление Кришны и руководит преданным от имени верховной личности Бога. Вот. нужно получить руководство духовного учителя. Чем бы мы ни занимались, мы должны превратить это в ягью, в жертвоприношение. А что? Кто научит это делать? И как ягью? Духовный учителя. Именно вот этому он обучает. Это и есть его назначение, квалификация. Все, что ты делаешь, все, что ты ешь, предлагай Кришне. Он следит, чтобы именно ученик предлагал Кришне то, что он делает. Чтобы не вмешивались какие-то копилки туда материальные. За этим он смотрит. Потому что есть успешные какие-то люди, в принципе, успешные по своей природе успешные. У них, может быть, есть какие-то способности, выдающиеся таланты, если есть преданные, которые не обладают выдающимися способностями. И, как правило, больше беспокоиться приносят выдающиеся ученики. Сильные, способные, талантливые ученики. Потому что как раз их окружает, начинает успех и слава. И вот это сложнее всего, вот это труднее. Они выдающиеся, они всегда смиренные. Их не видно. Они так всю жизнь повторяют мантру. Незаметно. А выдающийся, ты его просто, знаете, он не уравнешне становится иногда. То расстраивается сильно, то радуется успехом, больше страсти, то есть, больше беспокойства. Поэтому, с этой точки зрения, о чем будет гуру думать? Еще один выдающийся, это еще одна проблема у меня будет. Опять у меня работа добавилась. А вот простой, скромный преданый, о, хорошо, с ним легко. Он все, что услышит, сразу принимает на веру от уховного учителя. О, Харе Кришне, благодарен. Любой маленькой вещи благодарен в жизни. Хотя, никакой не выдающейся. Это не к тому, что нужно не использовать свои выдающиеся способности. Детский, надо использовать все в служении Кришне. Это разум, это есть энтузиазм, да, но в сознании Кришны для этого нужно быть чутким духовным учителем к его оценке. Иногда выдающийся даже спорить с духовным учителем. Говорю, Мараш, я столько много сделал. Да ничего ты не сделал. Для Кришны почти ничего не сделал. Для себя все делаешь и хвалишься тут ходишь. Ну, похвалился, все, получил плоды, иди. Будь счастлив. Нет, я не счастлив. Я чувствую, что вы недовольны. Почему-то мной. Да, вот гуру такой противный. Такая у него природа, завистливая. Он как индор, он думает, что это он лезет на мое место. и, наконец, мы, да, можете писать записки, может быть, сегодня будет больше времени на вопросы. мы немножко поговорим об экстатической любви из 17 главы. Не радуйтесь раньше времени. Это интересная тема, хорошая, захватывающая тема, конечно же, экстатическая любовь к Кришне. Это она как бы наша цель тоже. Занимаясь регулируемым преданным служением, человек фактически поднимается на трансцендентный уровень и выходит из-под влияния гун материальной природы. Видите, садана-бхакти очень важна. Можно выйти из-под влияния гун природы при помощи регулируемой практики. Вот то, что мы следуем, это садана-бхакти, что он правопаду, рупага с вами дает. Можем освободиться от влияния гун природы, говорится. Потрясающая вещь. Его сердце просветляется и становится подобным солнцу. Тут такое сравнение дается. Сердце как солнце. Что это такое? Ну, оно слепительное, конечно, оно излучает такое сияние. Это сияние, оно освещает все вокруг упрятного. Он этим сиянием все и видит. Сиянием собственной души. Как вы знаете, душа имеет свое сияние, индивидуальное сияние. У каждой души есть свое индивидуальное сияние. Сияние души. А тело как бы это вот отражение этого сияния. Или как бы тень скорее. Можно назвать тенью души. Тенью души. Которая повторяет какие-то очертания, но трудно понять по тени все еще эти индивидуальные черты распознать. Тень не является индивидуальностью. Так же, как и тело, не является индивидуальностью, но оно напоминает, очень похоже, как тень. И вот, когда душа начинает сиять, находится в собственном сиянии, она находится в реальном освещении, как бы, в реальном знании. Сама видит при помощи своего же знания, своей же собственной души, самой себя. Вот такая свобода у нее абсолютно. И не нужно больше изучать книги какие-то или от кого-то зависеть, потому что она уже обладает этим знанием по своей сути природе. И счастьем, и вечностью. Она как Кришна, только маленькая. Такая же. Солнце гораздо выше всех планетных систем, и никакие облака не способны его закрыть. Когда преданность становится чистым, как Солнце, его очистившееся сердце начинает излучать экстатическую любовь, более прекрасной, чем Солнечный свет. Может быть, это мягче, глубже. Свет в каком-то смысле сильнее духовный свет, чем Солнечный свет. От Солнечного света можно укрыться в тени, от сияния души. Садху видит. Нельзя скрыть ничего от света души. Как бы при свете мы видим, что все нечистое становится очень видимым, бросается в глаза, так сказать, нечистота. Мы ужасаемся, вроде бы, все хорошо, но грязь, грязь, как бы, при свете. Свет выключаете, как бы, все хорошо. Вот это духовное сияние означает, что становятся, видимо, недостатки в присутствии. Очевидно, становятся недостатки. Но, говорится, это более глубокая энергия, милостивая энергия. Предный при этом не видит этих недостатков. Он это понимает как несчастье, болезнь, как то, что нужно оказать в служении, помощь какую-то. Врач, он не критикует больного, он просто сострадает и пытается помочь. Он видит болезнь, но он видит по-другому. Он не смеется, не показывает пальцем, не плюет, не оскорбляет, он служит. И вот душа, она, естественно, служит, она не видит недостатков. Слуга не видит недостатков. Для него недостаток это возможность служить, служение. Даже, как мы приходим в общество сознания Кришны, мы видим, что где-то какие-то недостатки, мы помогаем этому. Это духовная позиция. Это сияние души, так скажем. Мы так этому учимся. Более прекрасный, прекрасный, чем солнечный свет. Только тогда его привязанность к Кришне достигает совершенства. На этой стадии у преданного, охваченного экстатической любовью возникает неудержимое стремление служить Господу. Это уровень утаматикари, совершенной преданности. Такого преданного больше не беспокоят материальные привязанности, он целиком посвящает себя служению Радхи и Кришне. Все, у него другой заботы больше нет. Если у кого-то из нас никакой другой заботы больше нет, то это утаматикари. кроме как служат и Кришне, если вы чувствуете в себе нет никаких забот и стремлений, это утаматикари. Итак, в предшествующих главах были описаны признаки преданного служения, и объяснено, как служить Господу, используя свои нынешние чувства, чтобы постепенно достичь уровня экстатической, спонтанной любви. Обсуждались также два вида преданного служения. Преданное служение, регулируемое правилами, и преданное служение, основанное на спонтанной любви. В регулируемом преданном служении выделяют стадию выполнения предписаний и стадию получения результатов. Стадия, на которой человек начинает получать результаты преданного служения называется пхава, экстаз. Значит, какой результат предназлужения. Вот, запомните. Вот этот настоящий результат предназлужения. Ничто-то другое. Все остальное нас не интересует. Экстаз интересует. Значит, наша задача, когда мы вместе собираемся, сотрудничать в экстазе. Общаться, чтобы был экстаз. Вот в этом смысл общества. Чтобы мы счастье углубляли свое. Вдохнуляя друг друга, поддерживая, вселяя веру, расширяя знания, углубляя воспевание святого имени, изучая баджины, святых очариев. То есть мы погружаемся в этот экстаз вместе. Вместе легче. Если мы заняты правильно, будет легко. Если в наше общество вмешивается что-то материальное, будет трудно. И иногда будет даже невыносимо. Потому что возникнет отвращение какой-то личности, какому-то окружению. В таком мунастре невозможно совершить преданное служить. Без веры в преданных невозможно. Вера в Кришну, мы понимаем. Вера в Кришну, да. Но вера в преданных это та же самая вера. Поэтому не говорится, какой преданный, любой преданный, Ивановича мы служим. В зависимости от уровня преданного. Если преданный только начинающий, неофит, мы мысленно предлагаем ему почтение. Это экстаз. Это путь к экстазу. Так нужно понимать. Если преданный, он уже получил посвящение дикшу, он уже занимается преданным служением, опыт имеет, мы выражаем почтение поклоном. Если есть преданный, который себя посвятил миссии полностью, мы служим, выполняем наставления таких преданных. Это, грубо говоря, с вами говорит. Это разница такая. И это экстаз. Вот он, экстаз. Чтобы так было, чтобы могли в уме выражать почтение, чтобы могли кланяться, служить друг другу, необходимы принципы любовного обмена. Необходимы. Это правила предписания. Не необходимы. Правила предписания, то, что надо делать обязательно. Иногда преданного говорят, ну, сегодня можно не сделать. Вчера делал уже. То есть, что-то, может быть, не обязательно это делать так. Но, говорится, нужно обязательно делать так. Дары. Меняться дарами, по-прессадам обмениваться, мыслями сокровенно обмениваться, пытаясь услышать друг друга. Мы учимся взаимодействовать в атмосфере Бхактии. Не в атмосфере материальной природы, у кого-то свое мнение, свои гуны. Каждая природа по-разному оценит одно и то же. Одни и те же обстоятельства. Потому что такова материальная природа. Гуны влияют, и в соответствии с гунами я вижу правду свою. Я не вижу другую правду, простите, но я не вижу ее. Я вижу в соответствии с своей природой. Это тоже нормально. В познании своей природы. Но мы должны учесть, что есть также другие природы, и они связаны с Кришной. Это не природа конфликта, это природа служения. Разнообразное служение Кришны. Давать дары, принимать дары, угощать просадом, но это нужно, мы же готовим с любовью, предлагаем Кришне, это целый процесс духовный. И мы этим угощаем друг друга. Это хорошая практика. Недостаточно просто на перу раздать просад. Это тоже хорошо, раздавать просад. Но иногда нужно и угостить тем, что вы сами специально приготовили. Когда я помню, Гавина Багараш рассказывал, как они с вами в Африке были. Это известное место, где радхаятры проходят каждый год. Дурбан, да. Да, по-моему, там пропадают, что нужно каждый год радхаятры делать в Африке. И они так и делают перед нами. А Гавина Багараш, он же искусственный повар, экстра класс. Любое блюдо делает на высшем уровне. Он говорит, я для него готовил. Не знаю, принял ли он тогда сняться или нет, это было давно, он рассказывал. А Эндрюдин и с вами, он впереди радхаятры предстоял. Он говорит, я пощусь. Он говорит, а я приготовил пир, говорит, такой для него. Он говорит, давай, все. Он говорит, а я пощусь. Это как пощечинами. Как? Говорит, я для тебя специально готовил целый пир, предложил кришне вообще, а ты отказываешься есть? Махарадж посмотрел и понял, что это опасно. Сел, говорит, и все съел. Ну, а я гору съел. И даже встать потом не мог толком, говорит, сразу упал, говорит, и два часа спал, не мог подняться. А впереди Радхаятра. А потом, говорит, вышел на Радхаятру и восемь часов вел Киртан, говорит. Это любовный обмен. Иногда такое бывает. Не каждый день, конечно, но такого масштаба это любовный обмен. Но можно маленькие вещи делать, приятные, всегда друг другу. Каждый может говорить приятные слова друг другу. Каждый при встрече. что-то хорошее. Думайте, что еще хорошего не сказал этому человеку? Что я еще скрыл? Чему я еще завидую в нем? И не говорю об этом. Ведь есть же хорошие качества. Точно есть. То есть, что-то приятно сказать. Это легко, это несложно. Не нужно покупать подарки каждый день или приготовить большие. Можно даже хорошие слова сказать. Но придет время, когда эти хорошие маленькие вещи, они превратятся в такое доверие, а раскроется сердце, и мы начнем общаться в сознании Кришны. Это же удивительно. Когда зависть идет, знаете, так прекрасно, говорит, душа, у каждого душа сияет лучше, чем солнечный свет. Она чистая душа, она так расположена, чистая. Итак, это пхава. Достичь стадии экстаза, вот, слушайте внимательно, как достичь стадии экстаза, можно, либо, постоянно общаясь с чистыми преданными, либо, еще и второй вариант, если кто-то не хочет общаться с чистыми преданными, получив особую милость Кришны или чистого преданного Кришны. Значит, Кришна может сам еще дать этот экстаз. Вот, интересный момент, но мне кажется, что многие преданные, большинство рассчитывают именно на милость Кришны больше, чем на милость преданных. У меня такое, как бы, подозрение есть, я не уверен. У меня такое чувство, что преданные друг друга избегают, а ждут Кришну. Так бывает. Здесь говорится, это может быть. Вот, прупада, как это объяснит. Только в очень редких случаях человек достигает этой стадии по милости Кришны или его преданных. То есть, это редкий случай экстаз. То есть, это означает, что он необязателен для всех. Или, как сказать, не полезен для всех сразу. Так, дорогая ложка к обеду должна быть определенные условия сложиться, чтобы это проявилось. Не думай, что Кришна просто кому-то дает, кому-то не дает из пристрастия. Нет, необходимость должна быть. Замоте необходимость. Например, если кто-то из вас берет ответственность высокую в служении и чувствует, я не готов, но вот я должен. Кришна может дать. Это необходимость, потому что есть. Но это, конечно, риск. Это тоже риск. Или пан, или пропал, может быть, да, то есть, если вы занимаетесь очень высокое положение, где-то там, либо make, либо break. Пословица есть в исконе. Либо ты сделаешь, либо ты сломаешься. Есть риск. Но мы говорим сейчас вот этот аспект, необходимость. Кришна может по необходимости уполномочь, если кто-то берет ответственность, берет риск на себя в служении, в проповеди. То есть, чтобы наверняка достичь стадии экстаза, нужно неукоснительно следовать принципам преданного служения и общаться с преданными. Вот две вещи. То есть, то, что мы пытаемся делать с вами, следуем садану-бхакти и общаемся с преданными. Нелегко достается то и другое в материальном мире. Безусловно, в исключительных случаях это может произойти по особой милости Кришны, если даже вы не следуете садана-бхакти и не общаетесь с чистыми предами. Это может все равно произойти по милости Кришны, в исключительных случаях. Но хотя нужно всегда на это надеяться, не следует сидеть сложа руки в ожидании такой милости. Ни в коем случае нельзя пренебрегать своими обязанностями в преданном служении. Например, иногда человек, не посещавший школу и не учившийся в университете, становится великим ученым и знаменитые университеты присваивают ему почетные звания. Вот такой пример. Он нигде не учился, но он самородок. Талант свыше имеет человек. Никакой садана, никаких усилий не совершал. Однако это не значит, что надо не учиться, а просто ждать, чтобы какой-нибудь университет вдруг присвоил нам почетное звание. Многие ждут, преданные сидят. Их видно по внешнему виду. Они, как правило, не очень радостны, потому что ждут, но не получают милости. Где милость Кришны? Никто меня не замечает опять. Гуру пять минут прошел. Где милость? Вдруг завтра выпадет? Подождать надо? Мы ждем, ждем, ждем милости. Ну, пробовать, хорошо, ждать, надеяться надо, но нужно что-то и делать тоже. Итак, нельзя становиться пассивным, пассивным сознанием Кришны. Аналогичным образом мы должны неукоснительно следовать всем регулирующим принципам преданного служения и в то же время надеяться на благословность Кришны или его преданного. Пример того, как, занимаясь регулируемым преданным служением, можно подняться на уровень экстатической любви, история жизни Нарады, поведанной им в Ясадеве в Симон Бхагаватам. Нарада рассказывает о том, как в своей предыдущей жизни обрел экстатическую любовь к Господу. Он прислуживал великим преданным и слушал их беседы и песни. Поскольку у него была возможность слушать рассказы и песни об играх Кришны из уст чистых преданных, он очень привязался к этому. Благодаря сильному желанию слушать о Кришне у Нарады постепенно развилась экстатическая любовь к нему. Слушать чистых преданных трудно. Практически невозможно, если человек не преданный сам. Это невозможно, то, что он говорит. Он говорит об отречении от этого мира. Они привязаны к семье. Это самые болезненные темы в миру. Невыносимо это принять. Невозможно это принять. Это страшная философия. Но если кто-то слушает всем сердцем, знайте, он сам станет чистым преданным скоро. Как нектар, если он слышит все эти вещи. От чистых преданных мы видим, что это в форме нектара. Вот эта вот сильная философия, режущая. Материальные привязанности, она в форме нектара исходит. Поэтому нужно слушать чистых преданных, не критиканов, не диссидентов. Критиканы тоже могут критиковать этот мир. Материалисты тоже есть. Они все критикуют, но их слушать не надо. Нужно слушать любовь. Если любовь говорит правильные вещи, сердце принимает. Если зависть говорит правильные вещи, это ложь. Сердце не принимает. Поэтому да, чистые преданные, они говорят правду, они всегда открывают истину. Но они дают бхакти, дают эту любовь, этот нектар. Сейчас даже многие возвышенные преданные не очень прямо проповедуют, потому что люди восстают иногда целое движение и организовывают против. Правопада написал эти книги, их стали распространять. А позже правопада сказал, они еще не поняли, что я сделал. Когда правопаде говорили, что успех там, такое заинтересовало, ученые университета, библиотеки, правопады у нас, успех у нас. Они еще просто не поняли, что я сделал. Вот когда они поймут, они будут мстить. Вот такая проповедь. Это сказал Иисус Христос подобные вещи. Он говорит, что думаете, я мир принес? Это знание будет как меч, и отец против сына пойдет. Это же привязанности материальные. Вот на какой путь мы с вами встаем, видите, в экстазе. Только в экстазе можно принять такой путь. Без экстаза это уже невозможно, поэтому преданность уже не постигается вне общения с чистыми преданными. Невозможно. Но это просто беспокойство принесет. Поэтому есть много умиротворяющих наук в ведах, как аюрведа, наука жизни, допустим, умиротворяющего. Все, порядок. Вот эти доши сейчас изучим. Но доши означает недостаток. Все тело без доши. Тело Анардха это сразу Парамахамса заметит. А предан будет радоваться, ой, я знаю такую дошу, такую дошу, такую дошу. Вот есть противоречия, видите, в самих же ведах сколько противоречий, но вопрос, что определенный вид знаний нужно услышать из верного источника, как говорится. И мы получаем таким образом милость, понимание этих вещей, познание этих вещей. И вот тогда можем уже освободиться окончательно. По милости чистого преданного или по милости Кришна тоже может, просто Кришна может дать эту милость. И то, и другое. В принципе, в нашем случае то и другое действует. Милость Господа читания, это милость Кришны. Такой милости не было никогда и не будет. Раз в день Брамы. Каждый человек, не знаю, достойный, недостойный, не имеет значения, получает эту милость. Если даже не совершенно следует, но искренне получает милость. Но что еще желать? Хорошо, может, есть вопросы, временные вопросы, если осталось, то сколько осталось времени? Кто-то следит за временем? Времени не осталось уже. Да, тогда мы должны закончить. Я думаю, что вопросы у нас будут послезавтра еще есть лекция. Послезавтра мы почти ничего не будем говорить. Пару слов и будем отвечать на вопросы. Хорошо? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Чао. Чао! Продолжение следует...